С вами Станислав Орехов. Сегодня мы будем говорить про дизайн интерьера. В основном для новичков. Новички изучат очень много разных программ, много разных технологий. Как воплощать то, что было задумано и то, что было придумано. Это прикладная техническая часть, естественно, рисунок от руки, автокад, визуализация и много чего другого. Самое главное, это, конечно же, мозговая часть. Мы научимся общаться с клиентами и работать с разными типами клиентов, делать обмеры, быть дизайнером, который воплощает то, что придумано, быть концепт-дизайнером, пяти чертежи, изучим много документаций, которые нам потребуются для того, чтобы создавать чертежи, изучим реализацию, как я сказал, и все это будет совмещено. В общем, сегодня мы будем об этом тоже говорить. Я буду рассказывать, что будет, зачем будет. Сегодняшнее наше занятие в основном разработано и проводится для тех, либо кто сейчас обучается с нами, либо для тех, кто планирует обучаться, посмотрите, послушайте, позадаете вопросы. Давайте, раз уж мы говорим о новичках, можно открыть первую страницу нашей презентации на категории проблем в дизайн-бизнесе. Новички с чем сталкиваются? Основной вопрос, с чего начать, может быть, если я абсолютный ноль, то есть насколько это сложно, можно ли выучиться и быть дизайнером без высшего образования, либо нужно обязательно учиться. Ответ достаточно здесь легок и сложный одновременно. С одной стороны, можно сделать все, что угодно, высшее образование абсолютно не гарантия, повышение квалификации тоже никакая не гарантия, но с другой стороны, нужно понимать, что обучение все равно должно быть какое-то, то есть самоучкой быть достаточно сложно. Какое это будет обучение, либо это будет на практике в студии, либо это будет действительно в каком-то учебном заведении или на курсах, Важно то качество продукта, которое выдается, как оно выдается, какие результаты получает слушатель и получает ли он просто книжные знания, базовые какие-то определенные, либо эти знания действительно можно применить на практике. То есть вот это самое важное, когда мы говорим о том, можно ли или нельзя. Все можно и на нашем примере, в сегодняшней презентации вы тоже это увидите неоднократно. Когда мы сегодня будем рассказывать про то, как работает наша студия, ничего мы добились, выполнили более 60 проектов за около 10 лет для компаний, для частных клиентов и никаких проблем в этом нет. Поэтому пусть новичков совсем это вас не пугает. Другой вопрос, самый первый, именно с чего начать. Начать это достаточно сложный вопрос, я думаю, сегодня на протяжении всего вебинара мы с вами как раз таки об этом поговорим. Для тех, кто записался уже к нам на обучение, этот вопрос решен, все остальные смогут сделать правильные или определенные выводы для себя. Какие программы понадобятся? Для того, чтобы быть дизайнером, есть две категории. В профессии дизайнер. Вообще о профессии дизайнера можно говорить отдельно, и у нас посвящено там вообще отдельное занятие, что под собой подразумевать, что мы подразумеваем. Вот дизайнер, что он должен делать. Но самое главное, как я вам сказал, две вещи. Первая это логика, то есть мы учимся мыслить как дизайнер. Дизайн что это такое? Это решение определенной задачи по заданию клиента с использованием творческих и технических навыков, которые есть у дизайна. Исходя из этого, что должен сделать дизайнер? Дизайнер должен опросить клиента, как мы с вами понимаем, провести с ним диалог, провести с ним анкетирование, дальше обратиться к космосу, или к музею, или к чему угодно, или к своему мозгу, и выдать оттуда решение, которое будет составлено из тех решений, которые дизайнер уже знает, ну и то, что у него преломилось через его призму творчества. И собственно решением задачи клиента это будет являться дизайнер. Это мыслить как дизайнер, делать как дизайнер. Это и есть результат работы. Первая составляющая, первая часть, то что мы сейчас имеем. Вторая часть, это совершенно другая часть, это технические навыки, технические знания. То, что у нас родилось в голове, нам нужно каким-то образом замести на бумагу. Ну иначе это так и останется у нас в голове. После того, как мы придумали определенную идею, нам нужно презентовать ее клиенту и замести на бумагу, на какой-то физический носитель. И вот здесь многих подстерегает самая серьезная опасность. Выбор программ, как это сделать, с помощью чего это сделать. Ответ здесь по программам достаточно тоже прост. На самом деле можно использовать все, что угодно. Можно использовать автокад, архикад, можно там даже в фотошопе что-то рисовать. То, что вы знаете, то можно использовать. Если вы ничего не знаете, то, соответственно, вы можете выучить либо автокад, либо архикад, либо скетчат, и в этих программах работать. Самое простое, это все-таки автокад. Он сродни такой большой доске, на которой мы чертим. Достаточно интуитивно понятная программа. Для самых новичков можно себе раз и навсегда там поставить или записать, изучайте автокад. Это будет достаточно. Если вы захотите изучать архикад, если он вам действительно потребуется, то можно будет это сделать. То есть для новичков, вот сразу же, совет номер один, изучайте автокад. Сделать это достаточно несложно, можно тратить там один, два, три дня, неделю, хорошо. Но вот за неделю можно и нужно будет изучить автокад. Следующее, если у вас прямо сейчас даже нет знания автокада, в принципе, подойдет и рисунок от руки. То есть мы берем линейку, ручку, карандаш, наверное, даже больше, и рисуем то, что мы придумали на бумаге. Это тоже будет работать, это тоже будет отображением нашей идеи. Просто это может быть будет, ну, не таким профессиональным, но это тоже будет отражением идеи, которую мы можем показать клиенту. Часто, наверное, вы слышали тоже выражение, там, нарисовал на салфетке и согласовал с клиентом. Возможно, кто-то из ваших знакомых, либо сами вы так делали. Это все действительно работает, потому что мы показываем мысль, которая у нас родилась, на бумаге. Вот, другое дело, что мысли должны родиться. Но об этом как раз-таки и есть наше обучение по формированию мысли дизайна. В крайнем случае мы используем то, что у нас есть под рукой, то есть ручку-бумажку, и зарисовываем на листе Батмана, либо на листе, ну, на миллиметровке нашу идею. Это тоже нормально. Но по-хорошему стандартам является автокад. Следующая программа, которая нам очень сильно поможет, это 3D Max. Это профессиональная программа по визуализации, которая позволяет практически фотореалистично передать все ваши идеи уже в 3D-объеме. То есть клиент увидит, как будет выглядеть его интерьер в объеме с цветами и светом. Это очень крутая программа, но она не такая простая для новичка. Она требует времени. Изучение 3D Max с абсолютного нуля требует где-то полутора месяцев. Причем первую неделю или две недели вы будете именно вникать. И месяц требует обучения под опытным руководством. Ее освоить несложно, все там знать не нужно. Есть определенные законы, правила, по которым мы можем достаточно быстро все это освоить и делать очень серьезные высококачественные изображения. Такие вот, как проведена дальше презентация, в общем-то, мы делаем именно так. И наши студенты тоже делают именно так. Те, кто пойдет на курс визуализации, в любом случае освоите эту технологию. Это один из вариантов подачи для клиента. Следующий вариант подачи для клиента, как вы, наверное, знаете, это рисунок. Рисунок от руки. Вот здесь люди делятся на два таких противоположных лагеря, можно так сказать. Кому-то дается рисовать от руки, им это нравится. И они, собственно, развивают эту тему и рисуют от руки. А кто-то больше технический навык развивает, то есть работа в 3D Max. На самом деле это идентично. То есть, как бы это ни казалось, не казалось странным. Умение рисовать от руки и умение работать в 3D Max, в принципе, это одно и то же. То есть, есть плюсы и минусы каждой технологии. Ну, например, рисунок от руки можно делать гораздо быстрее, чем изображение в 3D Max. С другой стороны, если клиент попросит внести изменения определенные, то рисунок от руки придется перерисовывать просто сначала с нуля. И вы потратите какое-то время на то, чтобы там нарисовать заново. Либо сменить ракурс. В 3D Max, создав интерьер, вы сможете просто уже автоматически поставить камеру и отсчитать нужную картинку. Если вам потребуется что-то изменить, вы просто добавите или убавите детали, и у вас уже будет сразу же новое изображение. То есть, как вы понимаете, нет идеальной технологии, есть плюсы и минусы каждой. И наша задача, понимая, какие у нас есть способности, что нам больше нравится, нравится ли нам рисовать, либо нам нравится в 3D Max работать. Мучить себя, естественно, не нужно. И то, и то, это способ передачи данных. Вы, работая как свободный художник, можете делать так, как вы считаете нужным клиент, а будет вас как специалиста слушать. Нравится вам работать в 3D Max, работайте в 3D Max. Нравится рисовать от руки, работайте от руки. Другое дело, что выучить либо ту, либо иную технологию все равно придется, потому что все равно нужно выразить как-то свою мысль. Соответственно, у нас на курсе посвящен один месяц изучения рисунка и один месяц изучения 3D. Вы можете выбрать любой, ну, либо и первый, и второй. То есть, кто будет обучаться или кто уже сейчас обучается. Идите куда вам ближе. Есть еще третий способ, так называемый менеджерский способ, когда вы берете задание, готовите задание для визуализатора и нанимаете визуализатора. Тоже очень крутой способ, когда вы работаете дизайном, заносите свою мысль дизайнерскую, и дальше вы даете задание визуализатору, который по этому заданию рисует. В данном случае, условно, третий вариант перенести свою мысль на бумагу, это сделать так, чтобы за вас делал работать кто-то другой. И здесь мы подключаем к нашей работе кого бы то ни было, а профессионального визуализатора. То есть, это тоже отдельная тема. Я, собственно, с нее начинал, был профессиональным визуализатором, ну, и потом дальше развелся в дизайн. То есть, мы используем на данный момент в нашей студии тоже профессиональность визуализатора для того, чтобы донести до клиента мысль. Но это вот такие вот базовые вещи. Поэтому, отвечая на вопрос, нужно ли рисовать руками, обязательно. Нет, не нужно, не обязательно. Еще одна штука, которую я хотел бы здесь сказать, касается думания и придумывания во время рисования либо во время проектирования. Есть такой способ создания дизайна, как в процессе либо рисования, от общего к частному сначала рисуем стены, потом наполняем общей геометрией комнаты, а потом уже добавляем предмет мебели и предметы наполнения интерьера. В момент, когда мы рисуем от общего к частному, мы можем думать, как бы руками, как Мария Макашина говорит, как раз таки ведет наш тренинг по рисунку. Когда мы, продумывая, видим уже какие-то линии, и они у нас в мозгу заставляют думать наш мозг по-другому, добавляя некоторые элементы, дорисовывая эту картину уже более частными случаями. Все то же самое есть абсолютно и в 3D Max. Когда вы проектируете, рисуете стены, потом их крутите, вы можете походить в интерьере, и вы видите сначала кубики, потом кубики вы заменяете, более продуманные детали, и так вот шаг за шагом ваш интерьер приобретает наполнение, приобретает насыщенность. Единственный минус менеджерского подхода, то есть вот этого подхода, когда вы не умеете не рисовать, не хотите, и 3D Max не умеете, и не хотите, а хотите именно организовывать все это дело, единственный минус в том, что вы теряете возможность думать руками, что называется вот эта технология, вы ее убиваете. Поэтому я рекомендую все-таки, особенно поначалу новичкам, обязательно научиться либо 3D Max, либо рисунку от руки, либо и тому, и тому. А дальше, когда вы уже разобьете эти навыки, когда у вас в голове будет автоматически строиться картинка, проектирование будет происходить в мозгу, и вот это вот от общего к частному, вот думать руками, оно будет думаться в мозгу. Когда так будет, тогда, в принципе, вы уже достигаете очень хорошего уровня, и можете передавать задания профессиональным исполнителям. Но это не сейчас, это через несколько лет опыта, но обязательно вы этого достигнете. Я когда начинал работать, у нас был архитектор, который закрывал глаза, поднимал голову, именно в голове встроил все решения. Я тогда удивлялся, как он это делает. Сейчас я понимаю, потому что сейчас уже это получается. Это именно с опытом приходит. Поэтому менеджерский подход оставляйте немножечко на потом. Учим либо первую, либо вторую технологию, либо рисунок, либо 3D. Что делать, если я не знаю программы? Следующий наш пункт. Ну, соответственно, делать ничего не поделаешь, придется учить. Ответ достаточно простой. И какие есть направления в дизайне, то есть куда мне пойти? Чем отличается декорирование, допустим, от архитектуры или от дизайна? Есть три направления. Архитектура, в принципе, такая более глобальная тема, это проектирование домов. У нас совершенно не касается. Декорирование – это больше о вазочках, о ткани, текстиле, об ощущениях, именно о финальном наполнении готового интерьера. А дизайн – это именно такая идеальная совокупность между техническими вещами, когда мы думаем и о канализационных трубах, и об электрике. И мы думаем о клиенте, и о его удобстве, как он будет жить в нашем интерьере. И одновременно мы продумываем все-таки стиль, все-таки основные цвета. То есть это что-то среднее. Мне дизайн больше всего нравится, больше гораздо, чем архитектура, и больше гораздо, чем декорирование. Не знаю, с чем это связано, с тем, что у меня получается, и мне нравится это делать, либо наоборот, мне нравится, потому что у меня получается. Я бы рекомендовал вот что-то новичкам, то есть для себя тоже понять. Может быть даже в самом начале у меня была ясная картина, когда я начинал, ясное и четкое в голове представление, что я хочу заниматься именно дизайном интерьера. Не декорированием ни в коем случае, мне никогда не были интересны вот эти вот мелочи. И не архитектурой, то есть глобальная часть мне тоже особенно почему-то не была интересна. Вот если вы вначале это тоже понимаете, и в интерьер идете целенаправленно, то это очень хорошо. Для учебы лучше скачать учебную бесплатную версию на официальном сайте, там разберется, все правильно. Если интерьер и декорирование нравится, это нормально, это хорошо. То есть если вам нравится и интерьер, и потом декорирование, это очень круто. Потому что потом, Мария, там дальше есть комплектация. Комплектация это доведение до финала вашего проекта, плюс работа с клиентом, когда вы еще и закупки осуществляете и помогаете ему, ну вот самый такой тюнинг сделать. Только за. Но главное, интерьер тоже должен нравиться. Потому что если вам не нравится копаться в личной жизни клиента, да, и понимание, как проходит процесс, если вам не нравится считать площади и делать планировки, если вы не понимаете совсем, как сочетать материалы, какие бывают материалы, как они будут соединяться, или не хотите даже понимать, как они будут соединяться строительным методом, и не хотите в это даже лезть, тогда лучше ограничиться декорированием и не заниматься дизайном. Потому что декорирование это уже облагораживание того, что есть. А дизайн это создание. Декорирование, естественно, это тоже создание некого образа. Но дизайн это именно работа с клиентом, больше его части. С точки зрения технологии, все и рендеры, и программы одинаковые. Можно использовать Mentally, можно использовать что угодно. Cinema, Blender, что хотите, любые программы. Если вы работаете в одиночку. Но как только вы начинаете работать в команде, как только вы строите себе помощников, набираете, так сразу же вы столкнетесь с большим количеством проблем. Что самое долгое в 3D? Это создание моделей. Моделей на данный момент существует огромное количество на сайтах в свободном доступе. Вы можете зарегистрироваться либо за деньги, либо бесплатно скачать много моделей, с которыми вы можете делать концепции и, собственно, всю визуализацию, не тратя время на моделинг. Это бизнес, это отдельная работа, но эту работу дизайнера желательно, чтобы заказывали у отдельных людей. Ни в коем случае нельзя этим заниматься самому, потому что это просто непродуктивно, это потеря нашего времени. В современном мире все сделать, абсолютно все, с начала до конца в проекте невозможно. То есть это возможно, но вы убьетесь, чтобы сделать это на профессиональном уровне с самого начала до самого конца. И 3D-модель, и чертежи, посчитать смету, и комплектация, то есть очень много вы убьете на это время. Лучше часть работы все равно в той или иной степени отдавать профессионалам. В идеале это откинуть практически все, знать все нужно, но откинуть практически все и работать головой, общаться с клиентом и ставить задачи. Это то, куда мы стремимся. Позиция называется Art Director, то есть когда вы все знаете, но не делаете. Об этом еще поговорим. Следующая часть – хватка знаний или нет клиентов. Нехватка знаний – это если вы учились, но не доучились в чемном заведении, либо на курсах, либо кто-то где-то выучился по книгам, может быть, либо по видеоинструкциям, либо по передаче «Квартирный вопрос». Хватает определенных знаний, то их надо просто подтянуть. Очень часто бывают ошибки, которые профессионалы вроде как работают, но чувствуют, что они дотягивают. Нет клиентов. Еще одна очень распространенная проблема специалистов, что где мне взять клиентов. Это достаточно сложная и комплексная проблема, сейчас мы не сможем на них, к сожалению, остановиться. Парочку основных вещей. Первое – это раб-портфолио, сейчас мы об этом поговорим. И причем раб-портфолио – это не рабочее портфолио, это действительно раб. Сейчас мы до этого дойдем, я поговорю. И второе – это непродвижение и неделание каких-то действий по своему продвижению. Третье, что может быть, это не очень качественная работа в связи с нехваткой знаний. То есть вам кажется, что вы все умеете и хорошо, но если вы посмотрите на соответствующие работы ваших конкурентов, либо коллег опытным или неопытным взглядом, вы можете оценить, что у некоторых, либо у кого-то качество не дотягивает. Качество обязательно нужно подтянуть, так же, как и в визуализации, кстати. То есть сейчас не то, что не модно и не круто, несовместимо с жизнью профессионально работать некачественно. И чем дальше, тем больше людей будут уметь, потому что обучение сейчас становится все более доступным. Сейчас и интернет-формат есть, и просто много разных уроков, и на практике много кто обучается. Поэтому обязательно нужно подтягивать свой уровень до современного определенного стандарта. Мы по визуализации сделали даже специальное руководство – стандарт качества. И из него мы сделаем определенное руководство для того, чтобы понимать, какой стандарт качества должен быть по визуализации. То есть очень это все актуально. Еще один вопрос, как выучить 3D. Ну, частично я на него ответил, что как выучить, надо взять и выучить. Нужно записаться на курс, либо самостоятельно каким-то образом попытаться. Но скорость здесь решает, конечно. То есть если вы уже занимаетесь дизайном, именно если вас тормозит сама 3D-часть, это очень плохо. Обязательно эту часть подтягивайте. Нет четкой системы, как делать дизайн. В принципе, обсудили, обязательно должна быть. Идеальная система работы не для всех она бывает, но я вам ее дам и расскажу. С плюсами и с минусами. И это все будет на первом модуле. Топтание на месте без развития. Еще одна очень частая проблема, когда вроде бы все есть, вроде бы все происходит, но человек, либо специалист уперся в определенный потолок. То есть больше клиентов не получается взять из-за того, что физически нет возможности, просто 24 часа в сутках. Либо клиенты приходят те же самые, а качество не повышается. То есть хочется работать либо с VIP-сегментом, либо с премиум-сегментом, либо с бизнес хотя бы классом. А приходят чаще всего делать однокомнатные квартиры, ремонт себе у них. От этого тоже нужно обязательно избавляться. Вот проблемы с заказчиком, кто-то сейчас спрашивал. Проблемы с заказчиком какие бывают? Не платят, вторую часть, да, бывает, что взял, доплату сделал, а закрывает, не закрывает проект. Не согласовывает. Часто бывает, что сделаете вы планировку, планировку не согласовывает. Говорит, я хочу в 3D посмотреть. Или вот нарисуйте мне эскиз, или а сколько это будет стоить, или подберите мне там еще что-нибудь. А пока я это не вижу, я не могу согласовать определенный этап работы вот это. Давайте вы же на это видите до конца, я потом скажу, нравится мне планировка или не нравится. Я думаю, у многих такое было, если кто-то работает. Второй вариант. Все хорошо, нам все нравится, но нарисуйте, давайте еще попробуем варианты. Давайте подвигаем вот это, давайте посмотрим, как эти комнаты поменять, давайте другую планировку посмотрим. И снова и снова все менять на ходу. Такое тоже, уверен, было. И происходит это именно по той причине, по которой клиент не чувствует вас профессионалом. А не чувствует он вас профессионал, скорее всего, потому что вы работаете непрофессионально. Как это ни скорбно бы не звучало. То есть, если у вас возникают такие проблемы, то вы просто знаете, что вы делаете что-то не так. И этим проблемам есть решение. Решение этих проблем заключено все в той же простой, четкой, понятной последовательности действий и в логике ваших решений. То есть, дизайн, если мы говорим о профессиональном дизайне, а не в угадайку варианта. Профессиональный дизайн подразумевает под собой то, что вы, создавая каждый свой шаг, вы работаете именно используя логику, а не используя «дай-ка я угадаю и подумаю, понравится ему или нет». Дай-ка вам нарисую три варианта. «Звездное небо», «Джунгли» и «Кантри-стиль». И что понравится, то пройдет. Абсолютно не так. Перед любым действием должен происходить, во-первых, вопрос определенный. Вы должны сделать из вопроса определенные выводы и по ним работать. И дальше презентую свое решение. Еще одна интересная штука, что решение, которое мы приносим клиенту, обязательно нужно презентовать и защищать. Ваше решение должно быть обязательно защищено таким образом, чтобы клиент увидел в нем свои запросы. Если кто-то не делает запрос клиента, если кто-то просто делает сам несколько вариантов, то не стоит этому кому-то удивляться потом, что клиент просит еще вариант сделать. А почему нет, если вы его сами к этому приучаете? Очень распространенная ошибка происходит. Она, опять же, из-за того, что работа ведется не логически, а угадыванием, из-за того, что нет четкой структуры и нет понятного договора. Либо этому договору мы не следуем. И последняя часть – это раппортфолио, когда, делая проекты поначалу совсем простые, ну, совсем не очень интересные, потом достаточно сложно выйти на премиум-уровень, либо хотя бы на бизнес-класс. Потому что люди в основном приходят по интернету, да даже по знакомым. Они приходят в основном, исходя уже из того, что вы делали. Если вы с самого начала ставите себя, как вы, что сейчас возьму первый мой проект, будет проект соседу, либо другу, либо какому-нибудь очень дешевому клиенту, с дешевым бюджетом, скорее всего, всю карьеру будете рабом этого портфолио, этого проекта, и к вам будут приходить именно такие специалисты. Выбраться из этого можно. Выбраться достаточно просто, нужно просто это понимать. Вот сейчас я вам это сказал, и, в принципе, вы уже это понимаете. Создавая себе портфолио с нуля, кто новичок, рекомендую работать сразу с нормальным проектом, с которым бы вы хотели работать в дальнейшем. Бизнес-класс, либо эконом-супер-плюс, либо мини-премиум, либо премиум, как получится. Самый распространенный, самый хороший клиент – это бизнес-класс. Тип клиента с определенным бюджетом, в принципе, с вопросами, которые имеет смысл вам задавать, и вообще нанимать дизайнер за деньги, которые дизайнер просит. Маленькие объекты и маленький бюджет, естественно, никто не будет платить. На комнатную квартиру очень сложно клиенту даже заставить или объяснить, почему он должен платить там больше 100 тысяч рублей. В то время как дом или там хаус или квартира можно спокойно сделать за 500 тысяч рублей, и это нормальная цена, и более того, клиент, создавая дизайн вместе с дизайнером профессиональным, ну, данный дизайн, данный ремонт еще и сэкономит, потому что профессиональный дизайнер, он находится не в позициях затрат, а в позиции экономии, потому что проектирование действительно продумывает, экономит деньги и избавляет от ошибок. Все это мы тоже должны будем объяснить клиенту, и обо всем этом у нас как раз-таки первый модуль нашего, первого месяца нашего обучения по дизайну. Идем дальше, и часть третья, это что касается профессионалов. Профессионалы это люди, которые уже делают дизайн, может быть здесь такие есть, а есть здесь кто уже профессионально занимается дизайном, там несколько лет, и возможно вы сейчас себя узнаете. Чаще всего возникает проблема следующего характера, такие уже больше организационные и бизнесовые. Вообще профессионал кто такой? Это человек, у которого уже выполненные проекты есть, у которого есть сарафанное радио, портфолио, которое он может показать в интернете, к которому приходят клиенты так или иначе, либо с интернета, либо по знакомому. Чаще всего у него загрузка на 100% или на 120% вперед, то есть вопрос привлечения клиентов у него скорее всего не стоит. Точно так же, как у хорошего врача, постоянно стоит очередь и к нему там надо записываться. Вот примерно то состояние, которое мы должны добиться, благодаря тому, что мы изучим курс по дизайну интерьера, либо изучим тему дизайна и будем выполнять, будем работать и развиваться в этой теме. Кто-то уже этого достиг, и такие люди называются собственно профессионалы. Какие возникают у них проблемы? Очень частая проблема – хочу начать делегировать полномочия, но как это сделать, чтобы проект не запоролся? Потому что делегирование – это отдельная песня, отдельная тема, которая тоже должна быть, чтобы как-то масштабироваться, но она требует определенного навыка, навыка делегирования, которого у дизайнеров многих нет, и его нужно развивать. Просто тоже нужно это понимать, что с вами все в порядке, если что-то не получается, просто нужно развивать навык делегирования. Как делегировать полномочия и уйти в минус? Соответственно, то же самое. Развивая навык, понимаете, как взаимодействовать с подрядчиками, кто на что способен, какие вообще люди есть, как не разочароваться в человечестве или разочароваться, но потом все-таки научиться с ними работать, с товарищами-фрилансерами, пройти через все круги ада, но в итоге все будет нормально. Сам через все это прошел, есть определенные алгоритмы, которые позволяют делегировать все нормально и не уходить в минус. Собственно, это система, система ведения проектов. Также она полезна как и для клиента, с одной стороны, то, что мы обсуждали в предыдущей части нашей беседы, так и для вас, потому что она позволяет в том числе и диригировать. Полномочия, вот эта вот система ведения проекта, она должна быть, она должна быть и работать и в одну, и в другую сторону. Это тоже очень важно, как выясняется, как выяснилось. К сожалению, у многих профессионалов вообще нет никакой системы, нет никакого подхода. То есть берутся проекты, может быть, даже хорошие проекты. Есть опыт, есть умение делать определенный стиль, определенный интерьер, вести проект, взаимодействовать, общаться с клиентом. Очень часто хорошие, в принципе, деньги, которые платятся, они теряются на каких-то сопутствующих расходах, на раздолбаях. В фрилансерах очень часто бывает. Бывает, просто кто-то подводит, бывает, даже уводит клиента, вот это наша следующая часть, как сделать так, чтобы сотрудники не играли клиентов. Очень много разных ситуаций случается, и залогом успеха, чтобы этих ситуаций не было, является, как ни странно, вся та же система, которая вам помогает работать и с клиентом, и одновременно помогает работать с внутренним беспорядком и с сотрудниками. Она же позволит вам выйти из бизнеса, чтобы он работал на автопилоте. И вообще, возможно ли такое? Ну, скажу вам честно, совсем на автопилоте работать не будет, но вы можете принимать участие в самых интересных процессах, в придумывании, в общении с клиентом, в привлечении клиентов, либо в позиционировании своего бренда, то есть в самых таких сладких, интересных моментах, куда все стремятся. А дальше у вас будут помощники, которые будут выполнять операции на местах. Это тоже очень здорово, причем и вам, и помощникам. Помощники работают с клевыми проектами, которые вы им даете, а вы, соответственно, растете, развиваете уже бизнес, развиваетесь в творчественном плане, если ведете общение сами с клиентом и формируете задачу и передаете ее дальше. То есть это отдельный навык, который вы тоже развиваете. С этого мы начали успешного делегирования. Как меньше работать и больше зарабатывать? Ну, это, в принципе, единственный способ работать меньше, но точнее, то есть чтобы ваше время стоило дороже. Это позиция арт-директора, о которой мы уже говорили. И какой путь выбрать меня, что делать именно вам? Это вопрос, на который отвечает каждый сам для себя. Я лишь могу дать различные варианты и рассказать просто свою историю, как у меня было и к чему это привело. Потому что я прошел сейчас все эти этапы, рассказываю их не просто так, а действительно из опыта. И мне очень просто и приятно это делать, потому что все этапы, на каждом этапе я помнил состояние, до сих пор помню состояние, времени прошло не так много, которые были и проблемы, которые были на каждом из этапов. Собственно, так мы и проектировали курс, создавая на каждом этапе развитие определенные шаги, алгоритмы и проблемы, формируя и закрывая их в системе, которую мы вам выдаем, которую вы сейчас будете изучать. Так, что побуждать стать дизайнером? В основном творчество, самореализация, возможность общаться с интересными людьми, то есть клиенты и коллеги тоже ваши, хорошие деньги до продажи в сопровождении, в комплектации и в строительстве. На дизайне, как таково, зарабатываются относительно не такие большие деньги, но, тем не менее, позволяющие вполне комфортно себя чувствовать, оплачивать и зарплаты все, и офисы еще будет оставаться на развитии. Плюсом, большим плюсом получать на комплектации и на строительстве, то есть на подряде стройки и на подряде сопровождения авторского надзора. Поэтому, что касается денег, если вы делаете профессионально, это одно из самых прибыльных направлений в России, в Украине, наверное, тоже. В России точно знаю, Московскую область, да везде, наверное, сейчас. В Москве и Московской области прям очень много чего устроят, кризис давно закончился, проектов миллион, на выставке мы были, там прям клиентов тоже очень-очень много разных. Нельзя сказать, что все премиум-сегменты, естественно, есть и небольшие квартиры до 100 метров, есть и 100-200 стандартных клиентов бизнес-класса, есть и дома, поэтому на каждого найдется свой клиент. Могу вам фишечку определенную сказать, если интересно, по итогам выставки. Есть объекты до 100 квадратных метров. Эти клиенты, они не очень желанны для хороших студий, либо для топовых дизайнеров, ну не топовых даже, просто для хороших дизайнеров. Просто получается не такая существенная сумма. По работам, то есть по трудозатратам, что делать 60 долларов, что 80, что 200 метров примерно одинаково. То есть, такие же функциональные зоны, такой же подбор там всего, столько же ездить на авторский надзор. То есть, все то же самое. Поэтому дизайнеры с опытом и студии стремятся брать клиентов все-таки с большей площади, там квартира вот 100-150 метров и дома тоже, соответственно, большей площади. А исходя из того, что чаще всего у них загрузка достаточно серьезная, ну профессионалов я не беру. Тех людей, у которых качество не очень хорошее. Действительно, у профессионалов. Люди тоже это видят, хотят попасть к профессионалам, но, к сожалению, не могут попасть. Вот у нас на выставке было, вот прямо сейчас есть список, там 30 человек, которые просто к нам не подходят. Там есть очень разные случаи. Есть и 87 метров, есть и 60 метров, есть и 43. Кому-то беседку надо сделать, кому-то переделать там один этаж. Ну какие-то такие небольшие работы, но вот, к сожалению, они не попадают. И я понимаю, что они попадают, не попадают не только к нам, они не попадают ко многим специалистам. И, по сути, очень сложно найти нормального специалиста и не обжечься. Скорее всего, они выберут кого-нибудь студента за небольшие деньги, и там они нам наворотят непонятно что. Недавно я в Фейсбуке выкладывал интересный скан, когда вот клиент буквально на прошлой неделе к нам пришла, и там у нее дизайнер предыдущий зарыл, просто закрыл больше двух квадратных метров стенкой. Квартира достаточно большая, 300 метров. Наверное, подумал дизайнер, ну что-то плюс-минус 2 метра, я не умею планировку делать, но зато здесь красивую линию сделаю радиусную, вот так вот подчеркну свою идею. Но это делать абсолютно нельзя, и это просто ужас, который творится сплошь и рядом. То есть непрофессионалов очень много. К сожалению, так. Рекомендую все-таки всем подтягивать уровень и быть профессионалами. То есть, если заниматься этой темой, вот что я хотел донести, если вы хотите быть дизайнером, кто-то новичок хочет быть дизайнером, то заниматься уж ей действительно серьезно и со всей ответственностью подходить к делу. То есть, вот, ну именно так, в принципе, как оно и должно быть. Ну и последнее здесь плюс, да, что побеждает быть дизайнером, независимость. Все-таки чаще всего дизайнер – это частный специалист, можно сказать, индивидуальный предприниматель все-таки, и он не завязан там ни на начальника, ни на кого-то. Он может выбирать клиентов, если он обладает хорошим портфолио все-таки, и он занимается самопродвижением. Чаще всего у него будет возможность выбора клиентов, с которыми он хочет работать. И это большой плюс. Это, ну просто это очень прикольно, когда вы можете кому-то отказать, кого-то взять, кого-то наоборот. Извините, наверное, мы друг другу не подходим. Я хочу сейчас немножко отделить. Мы будем сейчас рассматривать именно тему от начала работы и заканчивать мы будем как раз-таки за концом рабочей документации. То есть, авторский надзор у нас немножко не входит в нашу тему. Все, поехали чуть-чуть пониже. Кратко расскажу про себя. Станислав Орехов зовут. Информацию обо мне можно почитать вот здесь, на нашем сайте. Соответственно, наш сайт называется вот так вот, design.ru. Можно набрать будет. Посмотреть после вебинара, если кто-то со мной еще не знаком. Я руководитель студии и автор обучающих программ, системно описывающих и заставляющих вас научиться быть дизайнером. Печатаем в журнале, всякие награды получаем, поем на аудиторию, рассказываем про наши технологии. Мой путь достаточно был стандартный, как я вам сказал, с самого нуля до результата, что студия сейчас работает достаточно на автопилоте. Я работал, вернее, начинал учиться студентам ПГС, пошел чертежником. Чертежником было недолго, быстро мне это не понравилось. Сразу же стал визуализатором, обучился технологии визуализации и занимался ей где-то пару лет. Потом мне дали первый тестовый проект. Я стал дизайнером таким образом, сделав его и вообще научившись. Далее я стал развивать именно тему дизайна. Мне было интересно, как обучиться дизайнеру, не имея как раз-таки образования. И как это можно сделать самому, не в теории, а в основном на практике. Вот, собственно, с помощью этой технологии мне удалось это сделать. Я сделал несколько проектов собственных, в процессе обучаюсь прямо на этих проектах. Технология у меня есть, я ей делюсь. Собственно, она разработана, ни в какой книге ее нигде нет. Это вот такой вот ноу-хау, который позволяет научиться думать и делать планировки, делать функциональное зонирование, делать дизайн и все, что вы увидите дальше немножечко. Дальше я стал делегировать все, как я вам рассказал. Все по порядку, прям как и рассказывал. У меня была микро-команда, когда я нанял менеджера, который стал работать вместе со мной в паре и, собственно, снимать с меня ряд задач организационных. Так я работал во главе студии. Я был в главной роли визуализатора и дизайнера, а менеджер и помощники по моделингу помогали мне, соответственно, менеджерить клиентов и моделить модели, которых у меня не было. А я все-таки находился внутри, и это было самое такое страшное с точки зрения времени, время, потому что все время уходило на работу. У меня даже не было, у меня не было несколько лет вообще выходных, и я вот тут даже не ездил. В какой-то момент мне это надоело, я стал думать, как от этого выйти. Выход из рутины, из занятия того, чем вы занимаетесь, это создание неких правил, неких технологий, про которые я вам как раз сейчас всю дорогу и рассказывал. Да, это не просто так, это не от хорошей жизни, скажем так, это родилось. Вот сидел я и думал, чтобы мне такого придумать, чтобы оно какую-нибудь систему создать. Совсем нет, просто мне тупо надоело вкалывать изо дня в день каждый день. Хотелось все-таки чуть-чуть как-то разгрузиться. Ну, просто хотя бы, не знаю, в Египет поехать отдохнуть, хотя бы. Вот, и именно из-за этого я стал все это создавать и развивать. И ничуть об этом не жалею, потому что получилось то, что получилось. Сейчас у нас собственная студия, которая работает в принципе на автопилоте, то есть я не участвую в процессе организационном, я участвую только в творческом процессе, именно о том, о чем я вам рассказывал. И вы можете повторить точно такой же путь, если вы работаете с нуля. Все это заняло у меня 10 лет, то есть вы можете это сделать гораздо быстрее, буквально за год-два. То есть год где-то на обучение, дальше практика, ну и второй-третий год, возможно, это организация студии. Если кому-то будет интересен именно этот путь. И дальше выход в бизнес, там, создание. То есть гораздо пять раз сократив этот путь. Сейчас, по крайней мере, есть полностью технология, позволяющая это сделать. Ну, чтобы не быть голословным, наш офис в Балашике, 70 квадратных метров. Дизайн тоже сами сделали, воплотили. Там работает у нас сейчас студия визуализации. Офис на Новой Риге. Здесь у нас около 100 квадратных метров, несколько комнат, там кабинет, кухня, санузел и вот это основной зал, где у нас проходят встречи и переговоры. Вот, собственно, тут тоже работаем. Здесь у нас работает студия дизайна. Сюда приезжают клиенты. Этот стол я называю счастливым столом, потому что те клиенты, которые приезжают... Он, кстати, сделан совершенно кустарно. Он был... Это просто доски, покрашенные лаком. То есть я хотел его заменить какое-то время. Сейчас пока я решил оставить как есть. Все люди, которые приезжают, все клиенты подписывают контракт. За время существования офиса ни один клиент, приехавший к нам в офис, прошедший, прослушавший презентацию, не уехал без контракта. Такого раньше не было. Не знаю почему. Наверное, аура там приятная. Это я к чему? Если кто-то профессионал, у кого-то есть удобный уютный офис, это очень хорошо. И совершенно по-другому. Ведете беседу, когда вы встречаете клиента там у себя. Это очень круто. Сказывается на продажах. Так, следующее. Я хотел показать просто, чем мы занимаемся. Проект для девелоперов, жилые коммерческие объекты. Это визуализация. То есть у нас заказывают крупные компании для того, чтобы визуализировать их проекты. Первый был в Сочи. Создается такой комплекс. Второй это Баркли. Это Филипп Старк. Знаете, наверное, такого дизайнера. Филипп Старк разработал для компании Баркли. Вот данный дом. Они его строят. Построили уже. И мы делали для них такую презентацию. И экстерьеров, и интерьеров. Это вот наша разработка архитектура. Отель в Сочи. Мы ее, собственно, создали. Это вместе проектировали. Я и еще там пару человек. Мы делали архитектуру и концепцию. Очень интересный проект. Его, к сожалению, в Сочи не построили. Из-за кризиса он закрылся. Но этот проект купил у меня Нигерия. Какой-то чиновник. Я надеюсь, может быть, будет даже построено там. Вот буквально недавно была сделка. Я вам дал пайлы, чертежи. Проекты для девелоперов. Это стадион в Баку. Международные проекты. Проекты для частных клиентов, архитекторов. Делаем визуализация. Ну и дизайн. Вернее, не дизайн, а архитектурную часть. Концептуально архитектурную часть. Просто показать, как это выглядит. С рабочей документацией или без рабочей документации. Разные стили вы видите. Виллы. Это вот то, чем мы занимаемся. Ну вот интересный такой проект. Небольшой. На самом деле, это маленький домик для девочки. Один из недавних завершенных проектов. Меня один из клиентов пригласил. И, ну, как реализовано показать. Вот это маленький домик. На самом деле, вот масштаб человека примерно такой. У нас на сайте есть там. Я с ним сфотографировался. Маленькая дочка. 4-5 лет живет в этом домике. Также мы занимаемся ресторанами. Вот один из ресторанов. Офисными центрами в Москве-Сити. Компания Галл сделает. Вот такой вот мы дизайн делаем. Интересный, космический. По желанию клиента. Работаем с крупными компаниями. Сбербанк. Вот холл. Здесь дизайн ничего такого необычного. Но просто несколько проектов для них сделали. Таких вот холлов. Интересно. Аэрофлот. Касса продаж. Ну и, конечно же, наша любимая тема. Это частные интерьеры. Частные интерьеры, которые мы делаем для наших любимых клиентов. Собственно, вот этим мы и будем с вами заниматься на курсе по дизайну интерьеров с вами. То есть мы все то, что наверху было, трогать не будем. Это я вам просто общеобразовательно показал. А работать мы будем, на самом деле, вот с этой темой. В разных стилях. Сейчас мы их тоже посмотрим. И мы будем общаться и учиться общаться именно с частными заказчиками. Потому что общение с корпоративными клиентами совершенно другое. И не будет затрагивать нашего обучения. Будьте здесь внимательны. Ресторанный бизнес, отельный и офисный – это не сюда. Но мы будем решать задачу общения с частными клиентами. И будем делать это в самом доскональном способе. От а до я, что говорится. Ни одного вопроса не останется незакрытого. Это мое хобби, моя страсть. Именно частные клиенты. Мне очень нравится работать с индивидуальными заказчиками по многим причинам. И я надеюсь, мне удастся передать вам вот эту всю технологию и любовь к данному виду интерьера. Ну так вот. Просто, если здесь будут картилочки, посмотрите частные интерьеры. Ну, в стиле, да, просто обращайте внимание. Это наши проекты. Все наши проекты, которыми мы работали, либо которые мы делали. Частные интерьеры. Следующая часть частного интерьера. Вот такой стиль в телеграмном доме. Очень интересный проект для руководителя одной агрокомпании. Мы делали домашний офис. Тоже клевая очень концепция. Сейчас реализуется. Это интерьер Келли Хоппан. Знаете такого дизайнера? Девушка Келли Хоппан есть, женщина. Знаменитая английская дизайнера. Вот это вот мы делали совместно с компанией U. U.com, это компания Филиппа Старка. Келли Хоппан там тоже работает. Собственно, мы взаимодействовали с ними, с ее офисом по созданию серии интерьеров для Баркли-компании. То есть, такой совместный международный проект. А вот компания U как раз Филиппа Старка. Вот это его интерьеры. Тоже мы делали. Взаимодействовали. Очень крутой опыт международного общения и вообще общения с международным уровнем. Об особенностях я тоже, естественно, рассказываю. Может быть, кто-то будет за рубежом работать, как мы делали некоторые проекты. Вам тоже будет это интересно. Вот частный интерьер. Специально сюда донес такой простой, понятный стиль. Очень многим востребуем. То есть, это небольшая квартира, 100 квадратных метров на грани того, что я рассказывал. Ничего здесь необычного, но очень уютно. И людям нравится такой стиль. Заказывают достаточно часто. Будем учиться делать. Вот примерно то же самое. Ну, чуть-чуть добавили немножечко контраста. Ну, а так, в целом, тоже один из проектов. Так, следующий проект. Современные шале. Уже пошли загородные дома. Один из. Обращайте внимание, кстати, на то, что касается дизайна. Именно на геометричность, на расположение, на материалы, на встроенные решения. Это все не случайно. С новичками мы об этом еще поговорим. Обязательно. И научимся именно делать так. То, что отличает дизайн, хороший дизайн, от либо ремонта, либо непонятно чего. Не знаю, как это назвать. Вот квартира Балашики тоже. Достаточно интересная. Здесь клиент хотел именно подиум. Сделали моему подиум. Хотя он здесь не обязательный, естественно, по функционалу. Вот прям пожелание клиента было. Хочу подиум и все. Частный интерьер в классике. Мы, кстати, очень любим классику. Классику, если кто-то не любит, да, сейчас здесь, значит, могу вам дать определенную точную, 100% гарантию, что если вы пройдете курс быстрый дизайн, вы классику полюбите. Потому что не любят ее те, кто не понимает, как она работает. Классика – это самый логичный, самый четкий, самый правильный стиль. Потому что на ее основе строится все остальное. Если вы хорошо понимаете классику, вы можете построить любой минимализм и любой лофт. А если не знаете, то никогда у вас ничего не получится. То есть классика – это прям первое, с чего нужно начинать. И там нет сюрпризов. Если вы поймете принцип, вы сможете строить интерьеры просто за 5 секунд. Поэтому крайне рекомендую. Используйте. Пройдете, сами увидите. Прованс – такой женский интерьер. И вот тоже Прованс – это во Франции отель мы делали. Заказчик у нас был во Франции, ездили в Адмириале, и вот такой вот отель получился. Одна из комнат его. Ну вот опять же классика тоже. Ну это, собственно, чем мы занимаемся. Классика более мощная, такая навороченная. Собственно, вот этому я и буду вас учить. Как создавать такие проекты, как создавать такие интерьеры, именно используя логику. Те, кто пойдут обучаться. Поэтому вам повезло. Это работы выпускников наших по визуализации. То есть, когда я говорил, что мы заказываем визуализацию у сторонних компаний, у сторонних визуализаторов. Вот такой уровень, если у кого-то есть. Все работа разных людей, надо понимать. Нам удалось вывести визуализацию на новый уровень такой, чтобы практически каждый человек, обладающий способностью работать по нашей технологии, делал похожие, понятные, прогнозируемые интерьеры. То есть, если вы посмотрите все работы, которые я дал по этой ссылке, вы увидите, что все эти интерьеры очень похожи и очень они качественны. Действительно, это тот уровень, на который стоит рассчитывать. И это очень хорошо, когда есть такие подрядчики, когда у вас в команде есть специалисты, которые могут ваши проекты отвизуализировать на столь высоком уровне. Этому мы обучимся и самыми самостоятельно на модуле визуализации. Система дизайна интерьера. Соответственно, в чем отличие нашей системы и того, что мы обучаем? Во-первых, если вы слушали сейчас нашу запись и присутствуетесь на нашем эфире, то вы, наверное, уже поняли, что эта система действительно и она разработана на опыте нашей студии и на опыте тех проектов, которые я вам показал. Мы учим, как это делать последовательно. Дает системные знания, а не теорию цвета. Очень частая ошибка и проблема многих учебников, курсов, видео и чего угодно, что там дается просто книжные знания. У нас это в основном проработка и отработка опыта. Знания просто ничего не дадут, если вы не будете выполнять упражнения. Поэтому готовьтесь, кто будет и хочет работать. Если цель выйти на подобный уровень, вы себе поставите, вы на него выйдете. Но вам придется выполнять задание, выполнять упражнения. Все равно не бывает волшебства, что вот сел и завтра стал дизайнером или послушал часовую лекцию и завтра научился все делать. Нет, через пробы, ошибки я комментирую все ваши работы, которые есть. То есть вместе мы с вами работаем примерно в течение полугода-года, в зависимости от того, какой уровень. И последняя особенность, третья. Обучение у нас дистанционное. Здесь хочу сделать небольшую ремарочку, чтобы вы особенно не соблазнялись и понимали, как идет. Обучение – это процесс. Процесс происходит не в момент, как я вам сейчас сказал, а на продолжительном времени. То есть каждый день, за дня в день, нужно маленькую задачу какую-то, но решать. Ну, либо несколько дней в неделю, либо пару дней в неделю хотя бы нужно посвятить выполнению задачи, выполнению задания. Никакие краткосрочные курсы не дадут, вернее, вам дадут они знания, но не дадут проработку. У меня была раньше идея создать мастер-классы, но это не проблема сделать в Москве. Снимаем зал, они есть и платные, и бесплатные, это не важно. То есть собираем зал, собираем людей и все объясняем. Единственный минус во всем этом, что результата никакого не будет. Да, у всех будет понимание, у всех будет интерес, но по факту человек ничего не сможет сделать. Абсолютно ничего. И на самом деле это профанация. Просто что-то рассказывая, называя это курсом, не давая результата, это непонятно, что получается. Я такого точно не хотел. Единственный возможный способ продолжительно в течение нескольких месяцев работать с слушателем, с клиентом, со студентом, чтобы был результат, это действительно долгое продолжительное общение. По чуть-чуть, каждый день, либо несколько раз в неделю, по чуть-чуть, но постепенно идя к цели. Именно поэтому сроки они такие расплывчатые. У кого-то это займет несколько месяцев, у кого-то полгода, а у кого-то целый год, у кого-то даже больше года. То есть кто-то, может быть, и за год не успеет. Все зависит от того, насколько вы хотите и можете заниматься, и сколько у вас есть времени. Потому что у всех есть основная работа, естественно, у всех есть выходные, то есть нужно хотя бы день себе в неделю отдых устраивать. Есть у всех разные задачи. Но утверждаю вам, и еще раз говорю, и вы можете убедиться в этом сами, не с моих слов, а посмотрев просто работу выпускников. Кто хочет, тот добивается результата, то есть вопрос, наверное, больше к вам. Если вы решили, что вам дизайн интересен, и вы хотите действительно приобрести, не просто узнать что-то, а приобрести действительно новую интересную профессию и работать в ней, надо этим заниматься. Никакого другого варианта нет, кроме как человечество не придумало. Нельзя закачать себе в мозг через флешку информацию. Нет, через работу. Состав обучения. Модуль 1 – техническое задание. Каждый блок – это один месяц. Модуль 2 – функциональное зонирование и планировочное решение. Также здесь у нас есть дополнительные веб-блоки, но они включены не во все комплекты, но тем не менее веб-блоки могут быть интересны тем профессионалам, кто планирует работать с военным сегментом, с объектами от миллиона долларов. Такие есть, таких много, но к ним нужен индивидуальный подход. Модуль 3 – это графическое оформление. То, что я вам рассказал, это либо визуализация 3D, либо это рисунок интерьера. Как вы будете это делать? В принципе, можете и то, и то выучить, можете что-то одно. Просто надо понимать, что гораздо больше времени займет. Технология рисунка где-то месяц и технология визуализации тоже где-то месяц. Быстрый дизайн. Вот это самое такое, очень горюбистым тренингом, это такой ноу-хау, которого нет вообще нигде. Это личная моя технология по созданию дизайна. Классика, то, что я вам говорил, максимально интересно, чтобы вы могли делать и быстро. И на основе классики уже все остальное. Быстрый дизайн научит вас создавать геометрию. Быстро, качественно, четко и эффектно. Свет и дизайн. Еще одна очень интересная технология по работе со светом. Кстати, сейчас мы это поподробнее разберем. И детальный дизайн, подбор материалов, мебели и уже сделать так, чтобы ваша картинка, которую вы нарисовали чуть выше, стала реальной. Уже стала воплотима. То есть подбор, подготовка к рабочей документации, чтобы картинки не остались картинками, а были настоящими рабочими проектами. И, собственно, рабочий проект. Рабочая документация, которая позволит строителям по вашей документации сделать проект. Ну вот, что включается в себя в модуль 1, без краткого перечисления, теория, общение с клиентом, изучение объекта, договор, анкета, система работы. То, что я вам сейчас объяснял, шаблоны ТЗ, обмеры технологии, стили колористика, оформление брифа. В итоге у вас будет полностью понимание системы, полностью созданный бриф, техническое задание на проектирование. И умение общаться с клиентом, приобретете опыт общения, заполнение анкеты, разработаете анкету, договор, то есть все, что здесь представлено. Здесь еще много чего внутри. На самом деле в каждом обучении, в каждом месяце у нас с вами будет 20-22 дня. Каждый день это своя маленькая тема, свое маленькое задание, которое вам нужно будет сделать. Собственно, вот техническое задание занимает у нас 1 месяц. После модуля техническое задание, в общем-то, вы можете уже начать работать менеджером проекта и потихонечку выходить на какой-то уровень. У нас были такие случаи, даже сейчас у нас работают девушки в нашей компании, которые прошли первый модуль и работают как раз таки менеджером проекта. Они не дизайнеры еще, но они развиваются в этом направлении уже на практике. Весь курс веду я, вы будете общаться со мной. Сейчас я расскажу, как это будет происходить. Два раза в неделю у нас будет подобный вебинар, мы будем с вами работать. Итак, модуль 3. Вот такого уровня вы добьетесь по окончании визуализации. У нас уже прошло более тысячи человек, то есть эта система опробована, она как чисто работает. Абсолютно нет никакой возможности, если вы сделали все задания, что у вас не получится такого уровня. Ну, то есть совсем нет возможности. Модуль номер 4. Это быстрый дизайн. Вот тот курс, который либо в 3D вы делаете, либо рисунок от руки. Заметьте, здесь нет цветов. То есть то, что вы видите сейчас цвета и такие базовые текстуры. Просто такой условный подбор, где мы согласовываем только геометрию. Перед тем, как перейти к покраске и работу с материалами, желательно согласовать геометрию. Геометрия может быть согласована либо в виде рисунка, это рисунок Кати Дятловой, одной из наших выпускниц, либо в виде 3D. Это сделала Анна Першакова, тоже одна из наших выпускниц. Вы делаете геометрию либо в 3D, либо в рисунке. Важно, что вы согласовываете до того, как идете дальше, до того, как идете на рабочку. Это мы тоже будем учиться, либо рисунок, либо вот быстрый дизайн. Вот такой у нас получит результат. Далее крутой модуль цвета дизайн, где мы продаем дополнительные интересные фишечки. Многих клиентов, очень многих клиентов, по ее вам фишечку, цепляет светодизайн. Это сценария, что такое светодизайн, это сценария освещения и проработка их на плане. По сути, вы и так это делаете, но я рассказываю о том, как подобрать светильники, как на этом еще заработать дополнительные деньги. И это очень эффектно, и это многим людям нравится. У нас несколько клиентов, приходя делать дизайн, честно признаются, что заказывают у нас именно из-за того, что у нас есть светодизайн. А в других студиях это нет. Поэтому, если у вас еще нет, если вы работаете на этом рынке, внедряйте светодизайн. Ну, а те, кто проходят полное обучение, они светодизайн получают в пятом модуле. Модуль мы в нем работаем вместе и изучаем эту тему. Модуль номер 6. Детальный дизайн. Это вот, помните, я вам рассказывал в самом начале про менеджера. Типа вот, как передать задания визуализаторам. Вот, на самом деле, одно из идеальных заданий для визуализатора. У нас есть развертки, у нас есть планировка, и у нас есть какой-то набор каких-то материалов, да, что клиент, в принципе, прочитать достаточно сложно клиенту. Клиент это не прочитает. Но на самом деле это дизайн. Именно вот это и есть дизайн. Это результат работы дизайнера. Один из вариантов, манеджерский подход. Один из вариантов работы дизайнера. Выдав вот такое задание визуализатору, он соберет нам как раз ту картинку, которую мы хотим видеть, которую мы хотим и можем показать, согласовать с клиентом. Подбор материалов и цветов. Вот они здесь указаны, как вы можете догадаться, да, технология какая. Вот у нас есть разверточка геометрическая, и у нас есть цвет и материал с артикулом, он здесь подписан, который берет визуализатор и наносит. В 3D уже у вас получается визуализация. В принципе, вы можете делать это и сами в 3D. Либо заказывать у визуализатора, используя вот такой макет. То есть, если вы не хотите учиться не рисовать, не делать визуализацию, вам нужно научиться делать вот такой дизайн. И вы будете заказывать через визуализатор. Это вот вполне рабочий вариант, это настоящий рабочий проект. Он вот такой он работает. А это, кстати, спальня, если я не ошибаюсь. Да, это спальня. Точно, смотрите. Помните, я вам показывал спальню в работах? Вот она, вот этот подиум. Это вот та спальня. Вспомнили, наверное. Балашки, которые чуть выше смотрели. Так, ну что же, модуль 7, рабочая документация. На самом деле, вот что мы получаем по рабочей документации, это полностью проект. Вы его сами начертите. Кстати, по рабочей документации такая же фишка, как и с визуализацией. Не обязательно делать это самому, кто не выносит чертежей. Ну, научиться нужно один раз, но в итоге, допустим, как я делал всегда. Я делал 3D, я делал базовые вот эти вот планировки. Кстати, это тоже один из самых первых проектов. По-моему, даже самый первый. Сейчас секундочку посмотрю. Да, это один из моих самых первых таунхаусов. Второй проект, сделанный мной в жизни. И я делал планировку, я делал по этой планировке 3D. И дальше отдавал эту планировку уже в разработку технологу, который создавал полностью рабочую документацию для строителей. Да, это в Автокад. Вот полностью рабочая документация для строителей, мы сможем такую сделать. Понятно, что здесь маленькое разрешение, но вы можете посмотреть, если вас интересует, как это выглядит и что вы научитесь. У нас на сайте есть раздел «Школа дизайна», и там работа выпускников. Все работы, они не скрываются, вот они там прям лежат. Вы можете зайти их и посмотреть более детально. А вот, кстати, результаты выпускников. Собственно, вот у нас так проходит обмеры, наша команда, с которой мы работаем несколько выездов. У нас будет реальный выезд на объект, мы будем делать обмеры с вами. Живое занятие будет «Митопа онлайн». Кто сможет присутствовать, будет присутствовать. Кто не сможет, послушает, посмотрит в записи. Собственно, вопрос-то что? Посмотрите результаты выпускников, рассказывайте, объясняйте, что это работает. Смысла нет, потому что результаты и отзывы, они есть на нашем сайте. Вот можно почитать, все ознакомиться самостоятельно. Вот из Хабаровска, Майя, Евгения, они все там есть. Вопросы. Формат. Формат у нас, как я вам сказал, и для новичков, и для профессионалов. Для новичков это технология с нуля до финала. Для профессионалов это возможность построить себе систему, структуру, перенять опыт, как работаем мы, и использовать этот опыт как шаблоны для ваших сотрудников, например, так, то есть контролировать ваших сотрудников. Профессионалам тоже очень сильно стоит задуматься над тем, чтобы получить всю технологию сразу же от и до, и потом с этим работать. Это возможность переформатировать то, как вы работаете, и изменить работу с клиентом. Только это может спасти многие проекты, если сэкономить тысячи или десятки тысяч рублей или долларов. Как мы будем учиться? Обучение проходит в основном онлайн. У нас есть вебинары, есть форум, есть обратная связь. Сейчас я покажу это, все расскажу. Два раза в неделю у нас будет вот такой вебинар, как сейчас, продолжительностью 30-60 минут чаще всего, где я буду разбирать и отвечать абсолютно на все ваши вопросы, уже не в терапиях, как сейчас у нас идет, а с чувством, с толком, с расстановкой. Вы будете выкладывать свои работы, давать комментарии, я буду их разбирать. Мы будем работать с вашими личными ситуациями. Один раз в месяц у нас будет живая встреча, можете приехать, пообщаться, задать вопрос мне. То есть все, кто со мной обучается, мы идем до результата. То есть моя задача, чтобы вы добились результата любой ценой. То есть я буду сопровождать вас, пока вы не добьете результата. Опять же, если вы будете работать, если вы делать ничего не будете, то и вопросов у вас не будет, соответственно, ответов отвечать будет не на что. Онлайн-формат я вам немножечко рассказал, что большой плюс в том, что обучение – это процесс, и выделить какое-то время, неделю или месяц, и выучить все залпом не получится. То есть если вы хотите действительно учиться, вам потребуется процесс перестройки мозга и выполнения заданий, и обратной связи. Придется потратить все равно какое-то время, и желательно, чтобы оно было не концентрировано сделано, а именно по кусочку, по маленькому блоку, но сделано это каждый день. Поэтому онлайн-формат является самым лучшим от тестированных мной на данный момент форматов. Я тестировал очень много разных вариантов, и это действительно самое оптимальное. Семестры и перерывы. Вы можете делать перерыв в любое время, если у вас отпуск, если у вас Новый год, если у вас какие-то обстоятельства любые жизненные, если у вас работа, что угодно, вы можете в любой момент сделать перерыв и потом продолжить с того места, с которого вы закончили. Никто вас не отключит, вы будете постоянно находиться в нашей системе обучения, пока не добьетесь того результата, который вы должны добиться. Живые встречи сказал. Кому интересно живьем пообщаться, я тоже очень люблю. Милости просим, всех приглашаем. Вратная связь живьем. Какие программы нам понадобятся? На базовом уровне нам понадобится Автокад, 3D Max, все это в комплекте идет. Презентация, PowerPoint, программа, которая позволит делать вот такие презентации, хотя бы как я сейчас сделал, выкладывать картинки. PowerPoint, я думаю, все знакомы с ней. Элементарная программа для того, чтобы составить техническое задание. Естественно, нам желательно будет выучиться базовым принципом по написанию текстов, формирование альбома для заказчика. Чтобы вы не опугались, я решил рассказать и показать, как мы будем обучаться. Вот так выглядит наш форум, наша мастер-группа. Что это такое? Вот дизайн модуль 1, как вы видите. Здесь у нас новости, соответственно, нас будут интересовать все вот эти вот модули, все эти внутренности. Daily Instructions. Здесь у нас инструменты ежедневные, сейчас покажу, что там внутри. Любые вопросы. Здесь вы задаете вопросы. Видите количество, видите, кто уже здесь обучается, кто-то задает вопросы. Personal Report. Это ваши отчеты. О нем следим, что у вас получается и даем обратную связь. Финал. Это когда у вас будет финал, вы выложите сюда ваши работы и, соответственно, они будут засчитаны как финал. Ну и такие бонусные занятия дополнительные. Все правила по взаимодействию написаны внутри. Ежедневные задания мы заходим и смотрим. Вот так они примерно выглядят. Ну вот можете посмотреть. День 1. Задача дизайнера в интерьере. День 8. Всполнение анкет. День 5. Выбор заказчика и объекта. Каждое задание – это определенный топик. То есть вот он, интересное задание. Выполнено в виде текста. Под текстом дано видео, где мы его смотрим, слушаем теорию. Видите, здесь теория. Я рассказываю на видео, рассказываю голосом. Даются какие-то интересные видеоблоки, если они нужны. И объяснения в видеоформате. То есть вы все вот это смотрите, слушаете, выполняете задание. Вот тут в конце написано «Домашнее задание». Выполняете задание, выкладываете сюда же на фор. И, соответственно, я комментирую, даю обратную связь. Вот вы выкладываете все в персональные отчеты. Таким отмечены те, кого я уже посмотрел. И вот эти вот ребята, которые я их еще не посмотрел, либо они выложили новый пост. Соответственно, вот все люди здесь. Вы можете общаться друг с другом, можете общаться с тренером. Как на обычном форуме. Просто это закрытый такой внутренний блок. Перерывы можно делать, когда вы захотите. То есть обучение будет под вас подстраиваться. Можно обучаться в групповом формате, а можно обучаться в индивидуальном формате. В групповом формате вы как бы идете вместе с группой. Кому так интереснее общаться и взаимодействовать с новым набором, вы работаете вместе с ними, если не отстанете и не убежите вперед. Если вы хотите или у вас нет другой возможности, кроме как работать в индивидуальном формате, то группы работают группой, а вы работаете так, как вам удобно. Каждое задание вы выполняете, когда выполните. В любом случае, каждые два дня в неделю у вас будет обратная связь. Я вам расскажу и покажу, что делать именно вам. То есть у вас будет практически такое индивидуальное занятие. В итоге мы должны ответить на все возникшие вопросы в рамках нашей системы, чтобы было понятно, что делать всем. То есть это в наших интересах тоже. Чем больше вопросов мы ответим, тем лучше и понятнее будет всем остальным. Поэтому работайте, задавайте вопросы, а я буду делиться с вами всеми знаниями, которые есть. Хорошо, я вас хочу еще раз поздравить с тем, что вы сделали правильный выбор. Если вы планируете быть дизайнером, вы уже здесь не случайно, мы уже начали движение вперед. Мы будем с вами работать до победного. Идите тоже до конца, до вашего результата. А мы сделаем все, чтобы у вас этот результат получился и был. Продолжение следует...